что-то редко в моих блогах фигурирует кокс это лысый кот кокс вот мне говорят что типа как ты у меня плохо живу кокс ты плохо живешь а кокс покажи как ты плохо живешь вот так ты плохо живешь кокс тебе плохо да кокс любит спать на кровати а еще он любит кусаться и все драть уже обои все дерьет варен поэтому поэтому обои на самом деле не поклеили не потому что в этом какая-то сложность на самом деле покрыть обои могли сама могла а потому что просто кокс их тут же обдерет на старой новой квартире уже проданной все ободрал старался до коксик это его вечерний туалет сегодня была на кухне сегодня воскресенье крещение я всех своих подписчиков поздравляю с крещением господи что-то надо было сегодня целый день из дома не выхожу таша приболела вот в таком я виде прекрасно просто параллельно слушаю чудесные блоги или лебеди вот поэтому я вот в таком виде такой вот у меня окс что-то я не в настроении сегодня нашла еще корма думаю бы корм кончился надо пойти купить кота смотрю руслан уже купил кормка шатичит мне так грустно стала буду снимать кота как кот ворочается так походу он перданул под одеяло он очень любит вообще это делать наелся курицы сегодня супа его видимо бомбан видимо комментарий прочитал под моими видосами его свегка так бомбанусикова чоков стоя опять спать опять спать да ладно же спалки такие дела у кокса лежит он свой хвостик с вами марина морлок я вот так вот выглядит что я тоже наелся этого куриного супа вчерашнего меня чуть-чуть осталось кошки читал то они так спят это к ненастью сегодня красивый очень снег пошел часов 8 там у кого-то он иллюминации новогодние а мне что-то прям как-то вот-вот все-таки блин кто бы чунис не говорил тяжело расставаться оставаться очень тяжело кто бы чудом вот в таком я виде потому что я заболела я и в тапках в лосинах в лососинах в этом в халате под халатом у меня еще кофта которую вы так любите вот это вот кофта которая так вам все время нравилось под халатом болею поэтому я оделась потеплее мне нужно завтра по любому нон-стоп мне надо выйти на работу во первых потому что я никого не предупредила опять же что я болею во вторых я уже болела в прошлом октябре а в ноябре ну в конце октября в начале ноября я болела сейчас конец января с я буду каждые там два месяца болеть я чувствую работодатель может не выдержать мне нужно как-то не не знают сколферон я забыла принять что-то жрать в общем такой вот у сортир не долго вам осталось лицезреть его в этом чудесном виде скором времени придет сантехник придет порядок наведет такие вот дела в общем я даже что-то вот как-то одно время ты начитаюсь каких-нибудь гнусных комментов и потом мне даже снимать нихера не хочется я вот хожу как-то какой-то тоске печальной печальки в какой-то я хожу что-то в каких-то непонятках я хожу плитка сложена шапки тапки наверное приоткрыть проветрить душно как-то открою в холодно закроет душно только капусту растет еще растет вот это какая-то странная пальмовая ветвь я все это вроде полила сегодня а вот это хвост хвостатый хвост полить еще осталось в общем что-то мне пишут что еле дышат что-то я думала я на пару минут отойду отошла уже успел помыться уже завтра будут ремонт делать санузле поэтому я решила авансом помыться тут не знаю когда еще там помоюсь потом в общем как вы помните у меня прошлым летом как раз в отпуск была встреча с журналисткой в александрове вот я вам не рассказывал чем я дала интервью но очень небольшой в общем такой вот журнал короче батенька ру журнал называется вот это интернет журнал батенька батенька ресурсы защита сплоте не познания эстетика в познание александров столица русской смерти батенька да вы трансформер текста на попова кстати очень приятная девушка журналист в общем тут в принципе про город александров вот город александров памятники архитектуры и все такое тут даже небольшая такая вот карта есть древняя цыганская усадьба струнина железная поганая лохань болота карабанова река серы музей цветаевой слобода с короче александров столица 101 километра мор смерти а ну все оптимистичная как я люблю прям как раз мне под под настроение вот прям реально у меня настолько тоскливое настроение в честь того что расставание все это мне прям кажется что помру нахер от тоски прям мор смерть 1 этот про марину цветаева забвение советское время александров стал местом скопления бывших лагерников и сырных смерть три государства шестнадцатом веке александров стал центром опричнина такое есть мрачный лев смерть 4 ненужность район на окраине края в сторону геологов настолько зеленый город как будто вырос в лесу александровский мусорный полигон да в александрове процветает большой мусорный полигон и это сильно очень засрало столицу 101 километра поэтому когда у меня возникла мысль переехать все-таки в александров там меня предупредили что туда раньше чем я решилась туда переехать туда переехал мусорный полигон причем в район именно озеро дичковская где я любила купаться и там такое было хорошее место для отдыха потому что само по себе озеро она побольше и как-то мне показалось что она как-то полу получше даже чем загорское море вот плане именно до купания ну как-то покрупнее загорское море все-таки совсем маленькое там очень много народу но к сожалению блять туда переехал мусорный полигон прям в этот район смерть 5 отчуждения смерть 6 пустота и в качестве пустоты тут уже и про меня написано блогер марина морл хорошо знает заброшенные заводские здания любят заброшки так и есть несколько лет назад она переехала из москвы в поселок бужениного почти десять лет назад и завела блог на ю тубе это был в 2016 году которым рассказывает о своей жизни не про жизни своей непростой свободное время марина часто приезжает соседние александров но это когда я жила бужениного до приезжала иногда навещать свое любимое заброшенное здание старую котельную заброшенную да оказываемся у заброшенной котельной на закате высокие потолки почернели в полу проломы если заглянуть внутрь одного из проломов то можно увидеть нижний этаж погруженный в темноту вот ну в общем короче говоря это тут описывается моя любимая заброшка но это кстати не только моя любимая там еще часто дети подростки туда заходят в поисках острых ощущений это потому что находится неподалеку от стрелецкой набережной это заброшенная котельная и это как раз по-моему это бывшая котельная завода из кож если не ошибаюсь такие вот тела на одном из кирпичей стенной кладки надпись жизнь полезна для психики ну в общем там любят тусоваться подростки ну конечно к сожалению в александрове что-то чем именно мне не понравился город александров это блин отсутствие работы и соответственно отсутствие нормальной работы с хорошей зарплатой и соответственно отсутствие перспектив в связи с этим на будущее поэтому собственно александров и оставил такое гнетущее впечатление но мне очень нравится этот город я честно скажу конечно теперь я уже реже смогу туда приезжать потому что мне уже довольно далеко до александрова но я думаю все равно может быть как нибудь летом еще съезжу заброшка реально там не очень нравилось это заброшенная котельная там так не знаю вот мне там вообще очень нравится там тихо спокойно вот я ее уже всю почти исследовала вот кто смотрел мои блоги тут видела прям такая красивая там причем лестничные пролеты которые ведут вверх они прям в хорошем состоянии в таком вот то есть мне это вполне понравилось это заброшку причем она в лучшем состоянии чем тут больница в ходе как с виду во всяком случае в общем это вот для тех кто спрашивал чем закончилось интервью вот его опубликовали вот но еще давно собственно опубликовали цикл свой город вот собственно вот так вот но я еще кстати сразу про это не сказала потому что я не знала какую вообще это может вызвать реакцию то есть может наоборот там опять будут наезды типа ты чё там раска но я только честно сказать я больше именно раньше по заброшкам специализировалась я бы сейчас куда не сходила в заброшку но что-то как-то не знаю времени нет и сил какая-то эта зима она во первых очень сумрачная прям вот реально какая-то темная зима то есть не темная а именно темная то есть вчера еще более-менее светило солнце а сегодня всего целый день какие-то сумерки я проснулся в 11 часов и как-то за такой вот свет не яркий был и все уже там пол четвертого уже начало темнеть опять хотя вроде бы уже конец января уже должно быть посветлее но вот за счет того что не знаю это то ли потому что пожары в австралии то ли почему-то еще там какая-то климатические аномалии там климатическое оружие или что но эта зима она получилась какая-то очень очень темная мрачная и многие болеют я вот постоянно болею меня в тайну горло болит этой зимой про мне прекращать ездили вчера с антептик ком за плиткой он гад у него бронхит уже год он тоже кашляет давно болеет руслан кашли тоже у него то ли бронхит то ли не знаю чё я кашляю только не прекращаюсь чести у меня я все время в этих платочках меня все время горло болит хотя я уже и горячего не пью и мороженая не я уже пиво холодный вообще ничего холодного не пью всю грею и все равно вот это продолжают että головят тяжелая такая сегодня. В общем, вот эта вот зима какая-то, ну, очень депрессивная. И вот еще, блин, какая-то разруха в квартире, нехватка денежных средств, депрессивная зима. Все это так угнетающее действие. Я думаю, скорее бы весна, может, как-то солнце выглянет и будет как-то полегче на душе. Вот такие вот дела. В общем, спасибо всем, кто смотрел мой блог. С вами была Марина Морлок. Вот. Так что всем спасибо, всем счастливо и пока-пока. Ставьте лайкосики и пишите, что вы думаете про мой канал. Так что всем спасибо, счастливо. Пока. Пока. Покедосики. Покедосики. Блин, обычно я все время на выходные, на вот эти вот каникулы зимние ездила в Александров. А в этот раз я что-то и в Александров не съездила. Заброшку не посетила зимой. А уж когда я в Карабаново соберусь, я вообще теперь не знаю. Даже еще пока так и не посмотрела, пока еще болото поганая лоха. Так что всем спасибо. Может, еще как-нибудь. Может, еще соберусь. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok